дорогие друзья мы с вами продолжаем знакомство с объемной вышивкой нитками и сегодня мы вышлем вот такую небольшую композицию используя стежок рококо а также для зеленых листиков это будет петля в прикреп и так сегодня для работы нам понадобится нитки мулине трех оттенков для розы это ниточки мулине 3088 и 3081 это ниточки гамма для зелени я использую ниточки такого светлого зеленого цвета 31 40 вы можете использовать и другое сочетание ниток мне нужна будет иголочка иголочки удобно использовать длинные чтобы делать на них навивы длина моей иголочки 6 с половиной сантиметрах очень важно чтобы у нее было ушко с одной стороны не маленькая чтобы удобно было пропускать нитки с другой стороны важно чтобы вот эту ушко не было слишком объемным то есть иголочка должна быть вся примерно одинаковой толщины и так я использую ткань габардин очень хорошо подходит для вышивки лен также можно использовать другие ткани пяльца у меня диаметром 15 сантиметров и так начнем мы с того что вышьем небольшую розочку определяем на ткани место где она будет располагаться для удобства я расположу свой рисунок в середине вы уже смотрите по ситуации если это уголок салфетки например то располагается вышивку именно там удобно отметить серединку розы и примерно какая она будет по величине и итак серединке мы сделаем петлю с помощью стежка рококо выходим на лицо и отступаем буквально 12 миллиметра а выводим иголочку примерно в той же точке где у нас выходит нитка сделаю сейчас двенадцать навивов и левой рукой я постепенно вот так двигаю вот эти виточки чтобы они ложились на иголке ровно дальше придерживая левой рукой я протаскиваю иголочку через эти навивы и подтягивая нитку добиваюсь того чтобы петелка ровненько вот так легла на ткани вывожу иглу в той точке где у меня был второй прокол и небольшим стежочком закрепляю эту петелку чтобы она лежала на ткани сильно не затягиваю чтобы у меня вот этот стежок лег примерно так же как остальные витки дальше мы будем делать стежочки рококо вокруг вот этой серединке есть разные техники выполнения такого цветка небольшой розочки то есть можно укладывать в виде треугольника стежки рококо можно в нахлёст по спирали их укладывать мы с вами рассмотрим один из случаев когда каждый следующий стежок заходит на предыдущий примерно на одну треть стежка первый стежок обычно я делаю с той стороны где сходится вот эта петелка то есть как бы закрываем вот эту часть прокалываю над петлей и дальше буду делать прокол в точке напротив чтобы петля легла у меня с правой стороны то есть в противоположной точке делаю прокол и опять таки выходим очень близко к точке где зашла в ткань нитка точки первого прокола сделаю сейчас 12 навива подправляем навива на иголочки не делаем их слишком тугими но и не слабыми то есть так чтобы иголка легко проходила через эти навивы протаскиваю нитку и укладываю этот стежок так чтобы он охватил вот так вот по кругу первую петлю и ухожу в точке второго прокола то есть первый стежок мы делаем вот таким образом это стежок рококо в виде петли все остальные стежки мы делаем вот таким образом то есть стежок изгибается за счет того что у нас витков больше и длина этих витков больше чем расстояние между точками прокола подробное объяснение вот этих случаев смотрите в предыдущем видео для того чтобы сделать следующий стежок мы первый стежок который мы обходили серединку мысленно делим на три части и следующий прокол мы делаем отделяя справа одну третью часть то есть к следующий стежок будет заходить на одну третью часть на предыдущий выводим нитку и делаем стежок который охватывает также серединку с правой стороны до точки на противоположной стороне и выводим иголочку максимально близко к точке выхода нитки сделаю сейчас 14 навилов придерживаю иголку и протягиваю ниточку аккуратно придерживаю пальчиком и укладываю виток близко к серединке и так делаем опять прокол в нижней точке таким же образом делаем следующие стежки то есть уже относительно последнего стежка выходим заходя на одну треть и укладываем также следующий стежок делаю тоже 14 навилов в принципе количество навилов можно уже оставить постоянным например 14 от 14 до 18 можно дальше увеличивает немножко количество навилов делая более длинные стежки придерживаю опять вот эту скрутку и укладываю стежок зависимости от того какой величины вы хотите сделать розочку можно остановиться уже даже сейчас можно сделать еще два-три стежка и все следующие стежки делаем таким же образом я сделаю еще один стежок и когда вот этот круг становится больше то мы делаем стежок уже не до середины противоположной стороны а немножко короче где-то на третью потом еще меньше вот этой окружности и в принципе вот эту роза можно увеличивать еще делает таким образом стежки по кругу сегодня мы остановимся на вот таком небольшом варианте и так вот такая небольшая розочка у нас получилось на изнанке нитку я закрепляю самым обычным образом то есть делаю небольшую петелку и через нее пропускаю нитку если нужно закрепить нить так чтобы не было узелков то можно просто пропустить иглу под стежками один или два раза и таким образом закрепить нить и затем отрезаем эту нитку для того чтобы сделать вот такую маленькую розочку достаточно от 4 до 7 8 стежков сейчас я вам покажу небольшую композицию которую можно сделать используя розочку рококо рядом с этой розочкой я вышью еще две такие же розочки можно их расположить либо полукругом либо как уголок например на салфетке чтобы они располагались по сторонам прямого угла и сделаем также небольшие листики и у нас уже получится небольшая композиция которую можно использовать для декора например салфетки платочка для украшения какой-то прикладной вещи и так рядом я сделаю 2 розочки но использовать буду другой цвет ниток посветлее например мулине фирмы гамма номер 3081 и так я вышла еще две розочки цветом который немножко посветлее дальше мы будем делать листики цвет 3140 так также использую ниточку в 3 сложения то есть пасма мы делим пополам на конце завязывая обычный узелок такие листики мы я буду вышивать с помощью петли в прикреп то есть маленькие листики удобно вышивать таким швом сделаем по краям по 3 листика делаем петельку и закрепляем ее маленьким стежочком делаем петельку из той же точки делаем стежок и в серединке еще один листик чуть-чуть отступив возможно кому-то будет удобно делать стежки вот так отдельно то есть проколоть в той же точке придерживать петелку одной рукой дальше проколоть ткань с изнанки на лицо и уже затем сделать небольшой стежок вот такие три листика здесь мы сделаем по два листика из промежутка между двумя розочками вот таким образом и то же самое делаю здесь и здесь и так у меня получился такая нежная вышивка с вами была разжевалова наталья в следующих видео мы продолжим свое знакомство с вышивкой нитками желаю вам удачи вышивайте вместе со мной до свидания вот Субтитры подогнал «Симон»